Здравствуйте, мальчики и девочки! Сейчас я хочу нарисовать свою лучшую подругу Анфису. Для этого мне понадобятся фломастеры или карандаши. Сейчас посмотрю, что здесь есть. О, здесь есть фломастер. Так, фломастер. Нужен еще лист бумаги, а то вы сейчас начнете рисовать на стенках, родители будут ругаться. Мышка, Анфиса, подруга моя, сейчас нарисую тебя я. Пи-пи-пи-пи-пи, какой прекрасный день, какой прекрасный день. Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуй, Тимошка! Привет, Анфиса! Я нарисовал твой портрет. А-а-а! Это мой портрет? А-а-а! Какой красивый! Какой кошмар! Какой кошмар! Ты решил со мной поссориться, Тимошка! Ну почему же? Ну я же не художник, я решил наоборот тебе сделать приятное. Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуйте, зверята! Здравствуй, Кать! Так, что здесь такое произошло? Кто мне расскажет? Бегемот, что ли, с крокодилом прошлись? Я нарисовал портрет Анфиске, но ей не понравилось. Так, дай-ка я посмотрю. Портрет-то неплохой, Тимошка, только вот фломастеры нужно класть на место, ведь у каждой вещи есть свой домик. Свой домик? Да, каждая вещь должна лежать на своем месте. Вот где лежали фломастеры, Тимошка? Когда я пришел, они лежали на столе. Так, вот давай их туда и положим. Вот здесь они лежали. Ребята, вы тоже всегда убираете вещи на свои места? Да, я понял, понял. Свою ошибку я так больше делать не буду. Ну что ж, ребята, надеюсь, вы усвоили этот урок. А сейчас для вас будет сказка. Волк и семеро козлят. Жила-была коза с козлятами. Как только уйдет, козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза назад, постучится в дверь и запоет. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла. Козлятки откроют дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес. А козлята запрутся крепко-накрепко. Однажды волк подслушал, как поет коза. Как-то раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом. Вы, детушки, вы, козлятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла. Козлята ему отвечает. Слышим, слышим. Да не матушкин это голосок. Вот приходит коза и стучится. Козлята впустили, мать, и давай рассказывать, как приходил волк и хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала. Кто придет к избушке, станет проситься толстым голосом. Дверь не отворяйте, никого не впускайте. Волку делать нечего. Пошел он к кузнецу и велел себе горло перековать, чтобы петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке. Только ушла коза, волк опять шаст к избушке, постучался и начал причитать. Тонюсеньким голосочком козлята отворили дверь. Волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печь. Приходит коза, сколько ни звала, ни причитывала, никто ее не отвечает. Видит, дверь отворена, вбежала в избушку, а там-то и нет никого. Заглянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде? Как села она на лавку? Начала горевать и горько плакать. «Ой, вы, детушки мои, козлятушки, злому волку достались!» Услышал это волк, входит в избушку и говорит козе. «Хм, что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел, полно горевать. Пойдем лучше в лес погуляем». Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку, «Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму». Стали они прыгать, коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и свалился в яму. Хм, брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да прыг к матери. И стали они жить, поживать, и лучше прежнего стали жить. А сейчас наш урок подошел к концу. Всего вам самого доброго, ребята! До свидания, мальчики и девочки! До свидания, малыши! Пи-пи-пи-пи! Всего вам самого доброго!